Инфраструктура российского теплоснабжения устарела и изношена. Участились аварии, страдают потребители. Благовещенск не исключение. Здесь необходимо вложить в тепловые сети больше 10 миллиардов рублей. В бюджетах таких средств нет, а существующие условия не привлекают энергокомпании как инвесторов. Чтобы обеспечить приток средств, правительство Российской Федерации разработало новый метод справедливого расчета тарифов на тепловую энергию. Метод альтернативной котельной. Ее главная цель – модернизация систем теплоснабжения. Сейчас система выгодна неэффективному производству. Чем больше затраты за год, тем больший тариф получают в следующем. В новых условиях энергокомпании смогут сокращать издержки и вкладывать в модернизацию. Так, благодаря новой модели рынка тепла, ДГК инвестирует в теплоснабжение при Амуре порядка 5 миллиардов рублей. При переходе на новый метод энергетики предоставляют властям поэтапную программу модернизации теплоснабжения на 10 лет вперед. Это позволит эффективно использовать инвестиции, прекратятся аварии на теплосетях и отключение тепла и горячей воды. Но главный плюс альтернативной котельной – это стабильный единый тариф. Его установят на годы вперед. Минэнерго уверяет – резкого повышения тарифа не будет. Для каждого города утверждается предельный уровень, дороже которого продавать тепло нельзя, но дешевле можно. Энергетики и власти могут применять понижающий коэффициент. Правительство Российской Федерации утвердило метод альтернативной котельной для Благовещенска, Чигирей и Прогресса. Уже с 1 января 2022 года начинается реализация 10-летней программы модернизации систем теплоснабжения, улучшится качество услуг для населения и экология Преамурья.